доброе утро добрый утро доброе утро друзья видео было 10 минут жизни в канаде ольга и владимир мы буквально там неделю назад я выложил видео о самом эффективном пути нашим по нашему мнению пути миграции в канаду через учебу вот видео так хорошо зашло как говорится много просмотров много комментариев даже много дизлайков хотелось бы эту тему развить ответить на основные комментарии может даже развенчать некоторые мифы об обучении в канаде в общем начну с того что через учебу основной миф через учебу могут ехать только молодые люди да только что закончившие там университеты колледжи это неправда молодые могут ехать точно так же как и не молодые люди могут учиться тут до принципе 50 лет на на спокойно 8 и дальше для визы получения визы можно быть и да и дальше тоже можно комментировать лично на нашем опыте я знаю одного студента которому сегодня 46 лет даже 47 второй студент которого мы отучился ему было на момент учебы 53 вот и они приехали по учебным визам и приехали там один сам второй приехал с дочкой в общем и все они отучились и все все прекрасно кроме того что вдруг который 53 года он уехал обратно в украину визы дают для людей которые уже как бы не являются студентами в классическом понимании у советских стран студента иначе вам 20 лет это значит что просто вы учитесь тем более эта программа постград означает что у вас уже есть база это что-то сверху на эту базу поэтому это ваше второе высшее образование или не выше образование которое позволит вам чего-то достигнуть на вашей роде это один из моментов которые надо обязательно писать мотивационном письме для чего он учеба в канаде для того чтобы развить вашу текущую профессию на родине то есть работаете в этом project менеджмент или вы хотите поменять второй второй мой друг пошел из банка в авиатехнике всю жизнь мечтал ремонтировать там летать на самолетах и все и учиться на авиатехниках гражданской авиации то есть все это возможно нет ничего невозможно надо просто как бы брать я учеба учеба в любом возрасте возможно из этого выплывает как бы следующий момент поскольку учиться любом возрасте не поздно то переехать в канаду через учебу на сегодняшний день это самый лучший способ для людей которых которые мужа около 40 вам немного за 30 то фактически вы не набираете экспресс-энтри баллы по-другому кроме как приехав сюда и и отработав год официально но отработав год официально вы сможете только но не только если вы найдете удаленно работают а хорошо конечно найти ее удаленно там из украины и россии в канаде очень сложно ну либо вы должны быть профессионалом экстра класса поэтому путь приехать поучиться воде к потом вводит поработать лучше два годика получится и три годика поработать он фактически вам добавляет необходимое количество баллов и вы не только поработать а три годика визу полную на 3 года то есть либо ваш супруг или супруга работает и получается что если вам нет 40 вы эти баллы не набирайте если вы если если вам уже около 40 вы баллы не набираете но если вы приезжаете учитесь и работаете год то вы баллы набираете плюс вы пересдаете английский уже зайти за это время вы его подучить и сдадите на более высокий вот и все скорее всего это путь на самом деле вот такой как он есть вот и опять же поскольку тяжело тяжело приехать тяжело переех переехать одному одному учиться и работать одновременно то есть тяжело потянуть это все одновременно поэтому обычно в таком возрасте людей уже давно семьи и дети вот то этот выгодно выгодно отличается тем что можно перевести всю семью сколько партнеру да дают сразу рабочую визу там же научиться муж работает или наоборот вот и они друг друга поддерживают тогда как бы это время жизни первое время без работы то есть поиск первой работы вообще как бы становление ваше в канаде но происходит мели менее болезненно то есть вы когда в боем здесь там или там вся семья ваших детьми вам будет легче но она будет легче с моральной точки зрения вам будет сложно наверно с точки зрения там ухода за детьми понять эту обстановку но это все решаемо но с материальной точки зрения это лучше только один человек может сразу идти работать вот и зарабатывать деньги в следующие семестры то же самый студент то же самое может частично там 20 часов в неделю работать иногда и больше не официально но это еще плюс самый быстрый способ вы можете принять решение через полгода уже быть в канаде что же касается всех программ то там это дольше все из этого выплывает дальнейшее как бы следующий миф это безумно дорого безумно просто сумасшедшие деньги оставить никаких гарантий и за снг там никого не берут тогда то есть это тоже неправда значит я уже говорил своем видео о том что нужно рассматривать этот учебу именно как инвестицию то есть инвестиции в свое будущее и если вы посчитаете просто если вы просто прийти в канаду без учебы просто по работе или там даже как туристы будете вы пытаться здесь попытайтесь остаться нас было какое-то видео одно из первых мы посчитали что за два года люди тратят в канаде что около 150 тысяч долларов 100 тысяч мы считали это вместе с учетом да то есть цифры сами по себе огромные то есть и вы основное время это что основное время с учебой приезжаешь на учебу заплатить на плюс не менее основное время это жизнь в канаде сама сама по себе то есть это съем квартиры которая сейчас это где-то финансово да да 18 18 18 тысяч вот продукты которые надо там 600 долларов в месяц минимум но это же 8 марта ревша связь интернет и так далее даже если учеба это какая-то часть это процентов на 20 это даже меньше я выбрал 10 процентов от всего чтобы потратить это идет на вашу учебу больше но вопрос большой плюс в том что когда вы приедете вас может быть ваш партнер пойдет работать и вы можете обеспечивать себе следующие месяцы уже учебы поэтому в течение этих двух лет вы можете потратить 100 тысяч но не из вашего запаса который вы там с собой привезли сколько там было у вас не было денег а с того что вы же здесь заработаете это все реально а в дальнейшем то же самое в эту учебу сможете отбить если вы на нормальную работу она очень-то да вот есть такое еще понятие как такс ретерн то есть возврат налогов за учебу очень много возвращают с ваших налогов когда будете работать вам будут возвращать но в принципе учеба но нельзя сказать что на дешевая это естественно что дорогой способ но а если посчитаете сколько вы потратите на адвокатов которые вам помогут поехать по провинциальной программе это будет тысяч пять шесть не меньше около 10 может и около 10 а за учебу вы заплатите только там 7 за семестр поэтому здесь тоже нужно решать этот вопрос опять-таки плюс время которое вы потратите на то чтобы пойти по провинциальной программе это гораздо дольше и это время будет в подвешенном состоянии не знаете едете вы не едете и тоже какие-то получается условные финансовые затраты на проживание опять же если не идти ко всяким там советникам делать все самому то это серьезная экономика деньги которые вы потратите на учебу а самому поддаться на учебу мне кажется гораздо легче чем на провинциальную программу потому что там меньше надо разбираться меньше в этом понимать то же самое экспресс-центре тоже там ничего сложного для того чтобы податься на эту программу нету поэтому ну лучше самому разобраться сэкономить деньги на адвокатах и приехать сюда быстрее но опять таки народ цели человеческих зависит кому как проще то есть просто никому не бывает очень всем сложно но с разных разных аспектах самый быстрый способ если вас стоит задача уехать быстрее из вашего текущего места проживания то как нам кажется что учеба это сам особенно если вы едете через курсы вот тогда вам не надо сдавать айлсу просто находите курс находите колледж не сначала колледж потом курсы прикольте едете сюда одессе на что это серьезно ограничение этого пути вам сразу не дадут визу для вашей семьи есть обычно люди которые едут через курс они приезжают сами вот здесь полгода там учатся смотря какие курсы если уровень языка сразу нормально тогда ромашки трех месяцев достаточно если уровень слабоват то полгода 9 месяцев люди учатся потом поступают только тогда они могут принципе уже вытащить сюда семьи вот это серьезно ограничение поэтому мы плюс это дорог дороже поэтому если есть возможность мы бы советовали сначала получить английский издать такие семейные потом уже ехать всей семье опять же визы всей семье всей семье дают мы это сами проходили куча наших знакомых проходила не на есть варианты когда не дают но там это любом случае даже если будет давать агентство подавать документы на любую программу гарантии никогда никаких нет все зависит от вашего все зависит от вашей истории истории письма и документов сразу еще раз как бы что должно быть почему как написать чтобы визу дали для семьи первое вас должна быть логичная профессия красиво красиво описать почему вы едете учиться в канаду нужно быть логично то есть не потому что не знаю я сегодня мы тоже раз говорили я сегодня был водителем а завтра я хочу стать маркетинг-директ маркетинг пойти даже если это хотите обоснуть и почему что у вас какие-то там есть цели у вас какие-то есть предложения или у вас есть какие-то бизнес-идеи должно вот если читаешь визовица читает он должен понимать что действительно все логично человек может вернуться и какой-то value то есть какие-то перспективы с этой учебой в своей стране исхода выше был зарплата выше должности и так далее второй момент вы должны до этого поездить по миру то есть вы не можете с чистым паспортом приехать даже по турвизе желательно не дают они обычно турвизе даже если есть чистый паспорт надо и поездить по европам лучше всего британия чтобы вы были какие-то визы чтобы показать что вы у вас уже была возможность где-то остаться но вы не остались и вернулись народ это очень важно ассист американская все хорошо потом очень важный момент что вас что-то держит на родине то есть у вас есть недвижимость у вас есть там пристарелые родители возможно вы там берете там не всех своих детей там вот он оставляете заложники стране заложники студента как было в общем есть куда вернуться потом почему вы едете вместе то есть вы друг друга поддерживаете вы не можете жить без друг друга но опять таки плюс еще можно писать что эти вместе потому что у вас может быть возможно заработать поддержать вы должны расписать сколько вы планируете денег потратить канаде планируете там первый год там потратить столько-то на аренду столько-то на продукты столько-то там интернет мобильную связь ну то есть как бы чтобы показать офицеру что вы не просто едете так с бухты барахта понимаете куда вы едете стоимость цены цену вопроса узнаете если у вас есть недвижимость которую можете сдавать можете написать сколько нам под 30 денег там пассивный доход вот тоже чтоб показывать что есть такие вещи если есть бизнес который тоже вы оставляете работать тоже показывайте что вот есть бизнес ты нас будет и время поддерживать если есть маленький ребенок говорить о том что я не могу ставить допустим жена едет учиться я не могу оставить своего маленького ребенка дома ну да я беру его с собой муж едет со мной будет меня все это время там одерживать меня и моего дня то То есть это тоже вариант, как ехать с маленькими детьми? Ну вот, мы знаем многих людей, которым дали визу. Наверное, мы, может быть, не знаем многих, которым не дали, потому что они все так и не доехали. Знаем случаи, когда не давали с первого раза и дали только с четвертого раза. Но люди все равно этого как бы добились. Поэтому все возможно. Еще раз резюмирую. Значит, приезд сюда через учебу – это быстрый путь уехать из вашей страны. Это один из немногих путей, который вам позволит приехать в каком-то более серьезном возрасте. Это один из путей, который вам позволит приехать всей семьей сразу. Я знаю еще один бенефит. Если даже у вас ничего вдруг так не получится в Канаде, когда вы вернете в вашу страну, с вашим образованием канадским, вы будете более востребованным специалистом, чем до него. То есть таких людей, как вы, будет достаточно ограниченное количество. Поэтому английский выучите и будьте специалистом уже более востребованные. То есть эти деньги, опять-таки, можно будет вернуть уже. Да, ну опять же люди едут, наверное, все-таки. Если вдруг, говорю. Не только за учебу, не сколько за учебу, а столько, чтобы остаться. Ну если вдруг не понравится, люди захотят вернуться. Ну некоторые возвращаются. Бывают ситуации, когда в Канаде он просто не заходит. Не заходит, не нравится. Ну а если вы молодой, если вы до 30, у вас высшее образование, даже если вы семейный человек, то вы сюда со свистом проходите по баллам. Намного быстрее вам будет это все вытянуть. И с моральной точки зрения, и просто даже с физиологической. То есть быстрее как бы адаптироваться. То есть я бы вам советовал не терять время, а как бы изучить этот вопрос. Так что, такая она учеба в Канаде. Она сложная сама по себе, путь сюда этот затратный. Но на сегодняшний день он очень интересный. И очень рабочий. И кстати, вчера вышла там статистика. За последний год Канада приняла в несколько раз больше людей по экспресс-энтри, чем в 2016 году. В 2017 году около 40 тысяч человек переехало в Канаду по экспресс-энтри. Причем они уменьшили баллы за приглашение по работе. Если раньше, имея приглашение на работу, вы автоматом получали 600 баллов, то сейчас вы получаете 50. Вот. И они отдают предпочтение как бы людям, которые хорошо знают английский, хорошо имеют опыт работы востребованный. Образование канадское. Образование канадское и опыт работы в Канаде. Это называется у них человеческий капитал. Если ваш этот капитал нормальный, вы набираете баллы и проходите. Поэтому стройте ваш капитал в Канаде уже. Изнутри. Через учебу. Спасибо вам за ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Увидимся в субботу, 9 июня. Сейчас дня. Сейчас дня в Саннебрук-парке на нашем пикнике. Пока. Пока.